Здравствуйте, я Алексей Романов, это канал Ньюсейдер. Сегодня собираюсь говорить, как мне кажется, достаточно резкие вещи. Впрочем, если вы видели название ролика, то, наверное, уже понимаете, куда меня сегодня заносит. Если кто пропустил, сегодня арестовали Кирилла Серебренникова. Это такой модный театральный режиссер, художественный руководитель Гоголь Центра Московского. И, как утверждает следствие, режиссер организовал хищение не менее 68 миллионов рублей. Ну, естественно, сети, соцсети тут же стали горой на его защиту. Очередная жертва режима. Надо спасать. Все выходят на борьбу за свободу Кирилла Серебренникова. В общем, Лошак, Шендерович, Бажен Орынск — самые разные люди. И вот я, когда сегодня все это увидел, прочитал, знаете, он просто взорвал от негодования, от злости, от обиды. Это что ж, мы теперь всем миром будем спасать вот этого самого Серебренникова. А вот Мохнаткина, который, отбывая уже второй срок, получил от ментов перелом позвоночника и за это ему влепили третий срок. А Сенцова с его двадцатью годами строгого режима за якобы теракт мы будем спасать. И, кстати, за этого того самого Сенцова, за которого вот тот самый Серебренников, как говорят, даже словечко в свое время, публично не замолвил. А Болотников мы теперь будем спасать? Или ну их всех к черту? У нас теперь одна цель — модный режиссер. то я не буду поддерживать компанию по спасению богатого, обласканного, встроенного в тусовку мажора. До тех пор, пока на зоне находятся люди не встроенные, не богатые и не знаменитые. Ну а Серебренников — это бесспорно видный участник, большой, около кремлевской, около властной тусовки. Она же элита, она же, говоря старым советским языком, номенклатура. Он представитель вот такого вот либерального крыла театральной секции. За что его арестовали? Не за митинги, не за слова, не за выступления. Ну, вроде как украл. Я не знаю, я не берусь утверждать, я просто хочу напомнить, что если цепные псы кровавого режима кого-то арестовывают за воровство, это вовсе не гарантия того, что человек этот невиновен. В конце концов, фашисты Германию за воровство сажали. И даже если окажется, а скорее всего, я думаю, именно так и будет, даже если окажется, что все нынешние обвинения ложные, и Серебренников на самом деле кристально чистый человек, дай бог так и будет, что от этого изменится. А ничего. Кирилл Серебренников все также останется состоятельным, влиятельным, элитным персонажем, способным нанять для себя самых лучших адвокатов и подключить к своей защите самых больших, влиятельных людей. Он не политический заключенный. Он не наркоман, на которого менты вешают нераскрытые убийства. Он не бизнесмен, которого сажают, чтобы отжать и присвоить его бизнес. Он не простой мужик, который по пьянке украл мешок картошки и получил за это 4 года зоды. Он не те несчастные женщины, которые в 2008 году отправляли смски, где писали, что вот в Грузии двигаются российские военные колонны, да, и их посадили после этого за шпионаж. Нет. Он плоть от плоти свой, вот для них. Он часть их мира. Он его такая вот либеральненькая сторона. Его декорация, прикрывающая вот то настоящее лицо реальной власти в моей стране. И он посредством театра, мне кажется, делает то же самое, что какой-нибудь Гергиев делает в музыке, эх, Москвы, в медиа, а Толстая в литературе. Это их разборки и нечего нам там делать. Вы, конечно, можете мне возразить. Например, вы можете назвать мою позицию ханжеством, святошеством или, например, кликушеством. Нет, знаете, это все-таки честное такое живое жгучее чувство, в котором я еще хочу разобраться. Вы можете обвинить меня в зависти. Хотя тут, конечно, как посмотреть. Это ведь Сенцов сейчас, ой, простите, это Серебряников сейчас СИЗО, так что это впору ему мне завидовать. Я-то вот на свободе, так что зависть здесь ни при чем. Ну и, наконец, вы можете сказать, что весь мой пафос, вот этот обличительный, это не более чем плод моей лени. Ну вот не хочет этот бородатый вкладывать силы для того, чтобы выручать тех, кого там вот невинно посадили и сидит, поэтому здесь поясничает. Ну а вот это отчасти да. Да, я ленюсь вот по-настоящему активно бороться за освобождение политзаключенных. Я не выхожу на митинги в их защиту, не пишу письма во все инстанции, я даже не сбрасываюсь деньгами на их адвокатов. Хотя, конечно, не припоминаю, чтобы на это просили. Но, давайте честно, не только ко мне, не только мне, да, не только мне, но и всем нам, по большому счету, более или менее наплевать вот на всех тех невинно осужденных, кого упрятали невинно в тюрьмы и лагерях. Если бы было не плевать, то мы бы, знаете, на митинги последние не резиновых уточек выносили, а плакаты свободу политзаключенным. И огромный общественный резонанс в России получали бы не фильмы с показом картинок из жизни богатых и знаменитых, да, а очередные кадры того, как очередной ОМОН сбивает в очередной раз зэка в какой-нибудь очередной колонии. Таких кадров много, ноль внимания к ним. В общем, знаете, мне кажется, нам плевать, нашему обществу плевать, вот тем 14 процентам, которые не за Путина, которые за Путина, о них вообще речь не идет. И я думаю, будет честно, если потомки вот такими нас и запомнят, ленивыми, толстокожими, лишенными сочувствия. Вот лично я, наверное, больше просто не хочу притворяться, хватит с меня имитационной демократии, имитационной оппозиции, имитационной правозащиты, участвовать еще и в имитационной гражданской солидарности. Я вот, поверьте, не хочу и не буду. Есть в этой истории еще одно обстоятельство, ну, можно так сказать, дополнительное. Нам нет дела до невинно осужденных 364 дня в году. А на 365-й день в году в нас вдруг все-таки вот это высокое чувство гражданской солидарности просыпается. По интересному совпадению, именно на этот 365-й день всякий раз приходится то, что менты берут кого-нибудь из так называемой элиты. Элита начинает вопить, мол, давайте спасать, и мы следом, не задумываясь, начинаем вопить за элитой. Как, знаете, безмозглые органчики. Это похоже на то, как, знаете, собирать деньги на лечение совсем не бедной, совсем не бедной Жанны Фриске. При том, что этой же самой болезнью в этот самый момент болеют десятки детей из по-настоящему бедных семей, которым по-настоящему нужны эти деньги. Но нет, давайте собирать для Фриске. Да, бывает, что ради спасения одного человека, приходится идти на такие вот неоправданные, на первый взгляд, чрезмерные жертвы. Ну, вот как это было, например, в истории с израильским капралом Шалидом, ради спасения которого Израиль отпустил больше тысячи палестинских террористов. Ну, или как это было в киношной истории про рядового Райна. Спасти рядового Райна. Но, знаете, это ведь было не только спасение конкретных личностей. Это был еще такой жест, это был символ, это была декларация принципов, сообщение. Сообщение всему миру, врагу, самим себе. Что каждый для нас и рядовой, и капрал – это абсолютная ценность. Это сообщение о том, что Родина тебя не кинет, сынок. Никогда! Ну, а какой жест, какое послание в спасении Кирилла Серебренникова? Что элитка своих не бросает? Или что один модный режиссер стоит у нас нескольких десятков покалеченных мохнаткиных? Вы как хотите, но Серебренников для меня это все-таки не рядовой Райн. И для меня его спасение это не символ того, что страна ценит каждого своего гражданина. Для меня кампания по его защите – это символ того, что страна по-прежнему, по-феодальному, по-советски делит своих людей на две категории. На простых и особенных. На массовку и элитку. На лузеров и блатных. К черту такое послание. Не хочу я его подписывать. Я Алексей Романов. На этом все. На канал подписывайтесь. Как бы то ни было, увидимся.